Я узнала очень много про Париж, пока что это еще укладывается в моей голове. Точно, когда я приеду сюда в следующий раз, я буду лучше ориентироваться на местности. Еще от себя хочу сказать, что экскурсии у тебя, Паша, это не только классная атмосфера, это много интересных фактов, в том числе, ты ставишь, конечно, упор на проститутках, но это еще замечательная фитнес-программа, так что если вам нужно сбросить немножко, едьте вместе с Павлом в Париж. Очень эмоционально, очень информационно, Паша самый крутой гид. Это самая крутая моя поездка в Париж. Спасибо тебе, дорогой, спасибо. На самом деле я первый раз на твоих экскурсиях, я кучу раз пытался побывать на них и в Москве, и в Питере, и в других местах, и мне первое впечатление реально от твоих экскурсий по Парижу офигительно. Много интересных фактов, не шаблонных, о которых рассказывают в музеях, либо еще где-то, а реально интересно ходить по городу, интересно по городу потом возвращаться в те же самые места. Всем советую, делал немного раз ночами, и прям непередаваемые ощущения. Экскурсии очень плодотворные, интересные. Павел человек очень неординарный, рассказывается простым языком, доступным, очень приятно слушать, и все замечательно. И очень много нюансов таких, очень тонких, допустим, как метр, когда появился вообще метр. Я была много раз в Париже, и первый раз только от Павла услышала такие нюансы. Я очень рада и довольна. Коллега. Здравствуйте, коллега. Паша, я очень рада. Наконец-то хоть кто-то подтвердил, что если дико хочется ругнаться матом на экскурсии, это можно делать. Даже не с момента на то, что ты гид. Это было классно, спасибо. Скажи, пожалуйста, какие ощущения у тебя в Каневске? Самое положительное. Первый раз я выехал в Париж, в Европу. В Европе я был один раз, но это давно было еще в детстве. Не по-нашему, по-европейски отличается. А что тебе больше понравилось? Нет, в Левобашне, наверное, как любого моториста. Понятно. А что ты можешь сказать про этого мерзкого гида, который тебя водил? Отличный гид. Развлекает всю дорогу с утра до вечера. Ходить заставляет. Нижний фитнес. Поездка достаточно интересная и замечательная. Я не первый раз уже в Париже. Причем первый раз, когда я был, я тоже старался больше гулять по улицам. Павел здесь был великолепен. Он провел по всем закоулкам и с крайне познавательной исторической справкой по всем местам. Это было очень познавательно и интересно. А было что-нибудь, что тебе больше всего запомнилось? Или про какой-то такой... Да все на самом деле одинаково отложилось в голове. То есть не скажу, чтобы что-то прям резко врезалось. Потому что я не первый раз здесь. И многие вещи я видел. И про многие вещи также читал исторические. Исторические справки. Но так, очень более глубоко, чем если бы я сам бы это все читал. Потому что здесь все-таки в итоге подготовленная программа. Есть четкий концепт, когда один день начинается посвящен, например, тем же самым мушкетерам. И местам, которые с ними связаны, другой день посвящен другой теме. Ну и в общем история Парижа, она как-то более лаконично в голове начинает складываться. То есть почему она появилась, откуда появилась, кто такие... Тамплиеры? Да. Не, не, не. Кто за что в ответе? Кого бить и... Кого выкопать и придать анафиге? Ну, очень круто, понравилось. Неожиданно грязные улицы. Собянина на них нет. Очень шокирует состояние метро. После московского это, конечно, не хочется там находиться совершенно. Начинаешь чувствовать небольшой прелик патриотизма, согласись. Да, да. Да, как-то вот местные манеры, так сказать, идешь и видео не передают запахи на этих улицах. То есть все красиво, архитектура, статуи на каждом шагу, но как-то чувствуешь себя не очень комфортно в этом всем. И это мировая столица моды, я бы хотел заметить. Мировая, да, европейская столица. Да, понятно. Что можешь сказать про гиды? Гид молодец. Про гид по всем закоулкам. Интересные рассказы здесь. Что-то даже запоминается. Да, потайные ходы, места. Все это мы увидели. Вы только что сдали экзамен, фактически. Да, да, да. Впечатления очень классные, на самом деле. Потому что я в Париже уже пятый раз. И Павел раскрыл у меня Париж совершенно по-новому. То есть, ну, во-первых, как бы экскурсии были четко-четко классно структурированы. То есть мы начали с средневекового Парижа и закончили современным Парижем. Во-вторых, самый лучший экскурсовод Парижа, конечно, тот, который у нас жил в этом городе. А вот, а так как Павел здесь жил, то, в общем, все было очень классно. Экскурсии были все действительно очень продуманы. Ну, пожалуйста, не надо так делать. Вот. Они были продуманы. Вот. Ну, единственное, можно, конечно, было бы побольше походить, да, но как бы это на любителя, да, соответственно. Вот. Мне безумно понравился дух Парижа. Ну, как бы хорошо, что мы не заходили в разные там нехорошие районы, как бы такие специфические очень. Вот. И еще очень классно, когда на самом деле экскурсовод учится вместе со своими экскурсантами. И вот то, что действительно отличительная, положительная черта Павла Перца, это то, что он учится вместе с нами. И это очень круто. У нас есть последняя мысль сегодня ждет. Эльфа-Башня страшненькая. Ну, что, Витя, попробуй. Попробуй. Все было круто. Очень, очень, очень лаконичный парень. Ну, на самом деле все было ужасно. Я просто немножко доплатил своим экскурсантам, чтобы они сказали хоть что-то хорошее. Поэтому, вот видите, получилось так все позитивно. Если вы хотите так же поехать и поучаствовать в маленьком отстеге бабла от меня, потому что все на самом деле будет плохо, но люди почему-то едут. Я не знаю почему. Возможно, им так нравится. То, соответственно, на январь уже аншлаг, а вот на конец марта я собираю последнюю группу перед началом, собственно, экскурсионного сезона непосредственно здесь в России. Поэтому, если вам это интересно, то напишите мне на электронный адрес, который указан в описании под этим выпуском, либо ВКонтакте. Я вышлю вам памятку, где все абсолютно четко и по пунктам прописано. Также вы можете посмотреть три выпуска, посвященных экскурсии по Парижу. Просто набираете экскурсию по Парижу, Павел Перец, в любом поисковике, и там вам находят все. Хотя, конечно, иногда меня заносит. Вот Филиппа красиво попутал с Филиппом Августом, Филиппом Агюстом. Но, благодаря внимательным зрителям, правда была найдена. Но, к сожалению, вот эта мясорубка в моей голове, которая перемалывает огромные пласты информации, иногда дает сбой. Каюсь, признаю. Но, как сказал один из экскурсантов, я учусь вместе с ними. И в этом тоже есть свой определенный кайф. Присоединяйтесь, будет весело. Присоединяйтесь, будет весело.